Приветствую вас. Значит, смотрите. Сделает ваша подруга так, потому что она, что называется, анальный тип личности, то есть она не способна выразить свои чувства, вот, но проецирует их же на других людей, в том числе на вас, вот. К примеру, да? Вот. И, соответственно, как бы, вряд ли она изменится. Да? Вряд ли. Это совершенно точно. Вот. Поэтому поступает она так и за это. Вот. Другой вопрос заключается в том, другой вопрос заключается в том, ага, как вы на это реагируете? То есть, вот, грубо говоря, как вас это задевает, да? К примеру. То, что подруга вот так себя ведёт. Ага, пока что, ну, очевидно, что вы просто требуете от неё какого-то поведения, да? Вот. Которая, ну, к примеру, допустим, нужна вам. Вот. Ээээ. Ну, значит, ээээ. Которая не может поисклировать ваша подруга. которая не может придерживаться вашей подруги. Понимаете, какая история? Это первое. Потому что у нее такой тип личности, она так отношения выстраивает. Чтобы она выстраивалась по-другому, ей нужна помощь. Дальше. Есть ли смысл поддерживать общение с таким человеком, спрашиваете вы? Ну, в зависимости от того, что вы вкладываете. Вот, понимаете, смысл. Знаете, какая штука? Если вы видите смысл в том, чтобы при взаимодействии с кем-либо не было проблем, не было ссор, например, конфликтов, например, и так далее, то в таком случае, наверное, нет. А если для вас смысл, так, общения в том, чтобы, к примеру, просто быть с человеком, да, ну, просто быть с человеком, да, то, ну, в таком случае, возможно, да, имеет. То есть, если вы можете, если вы способны принять поведение вашей подруги, да, если вы способны принять поведение подруги и не требовать от нее того, что она сделать в принципе не может, вот, то, да, имеет смысл. Она, вероятно, не такая уж и плохая, кроме вот этого момента. То есть, недостатки других тоже нужно принимать. То есть, определите с тем, что вы хотите, для чего вам это общение, и все. Если вам подруга сейчас этого не дает, она ее не будет давать, скорее всего. А если она вам дает, то спросите себя, вот готовы ли вы за те позитивные моменты, значит, которые она вам дает, платить цену такую вот, что, когда вы говорите, что вам не понравилось, она сразу же кидается в защиту и выкаливает что-то вроде, нет, так ты сама, ребята, тогда-то сделай так-то или так, ты перед этим сказала вот то-то. Вот. Готовы платить? Такую цену? Если да, пожалуйста, продолжайте общение. Если нет, не обязательно. Но опять же, аноним, поймите, поймите. Что, если вы реально спрашиваете нашего совета, а может, не знаете, что делать, значит, вы не верны себе. То есть, вы не умеете слушать себя. Не слушайте себя. Не слышите себя. Если вы спрашиваете нас совета просто, чтобы подтвердить свою позицию, то лучше прям так сразу и сказать, что это за позиция. Вот. Понимаете, какая штука. И все. Чтобы мы поняли, что хотите вы. А то у вас только претензии к подруге. А чего вы хотите, вы не пишите. Мы-мы-мы поработаем с запросом, человек, что вы хотите. И для чего вы хотите знать, почему она так поступает. Что вам это даст. К примеру. Вот так. Я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. И удачи.